Мы полностью поменяли технологию выращивания телят. Это совершенно другие привесы, это совершенно другие животные уже. Вы можете рассказать об этой технологии? Ну, по сути, она не нова, просто у нас она появилась недавно. Раньше телята содержались в закрытых корпусах, в так называемых клетках. Была очень большая скучность. И опять же, если это закрытый корпус, сколько бы там ни было окон, все равно это совершенно другой же воздух. Это все равно какой-то аммиак, ну, то есть не очень. А потом мы все-таки решили пересмотреть этот способ выращивания. Хотя уже и там у нас были неплохие среднесуточные привесы. Но потом ушли мы от этого, построили мы так называемую телячью деревню. То есть это забетонированная площадка на открытом воздухе. Телята содержатся в домиках с небольшим таким выгульным двориком. Вот, один теленок, один домик. Они все время на свежем воздухе. Индивидуальные квартиры. Да, да, у них индивидуальные квартиры. И, ну, первые, конечно, прокомментировали это ветврачи. Сказали, что нам там больше делать нечего. Ага, хорошо. Да, там нет никакой практически ни респираторных заболеваний, ни каких-то там расстройств ЖКТ. Ну, это как бы в первую очередь, конечно же, всегда санитария. Но однозначно, что телята, выращенные таким способом, они будут более здоровыми темками, соответственно, продуктивными коровами. Скажите, а ведь у вас телята рождаются круглогодично? А как зиму? Зиму и тепло? Вот мы перешли на эту площадку. Первые телята туда приехали в конце декабря 2019 года. Тоже там было много мнений, что а замерзнут, а простудятся. Ну, у нас, конечно, не такие прям, чтобы зимы были суровые. Но, тем не менее, мы решили перестраховаться. Мы купили специальные попоны для телят. Попоны? Да, попонки такие маленькие. Вот, для самых малышей. Если теленок сегодня родился, завтра уже туда переехал. То есть, если там совсем холодно и для малышей, чтобы была возможность как-то сделать им еще более комфортное пребывание. По-моему, они нам понадобились раза два, ну, на какое-то крайне маленькое количество, что, в общем, решили мы их убрать в склад. И пусть лежат, ждут своего часа, да, мороза, если они когда-то будут. Никаких проблем мы не заметили вообще. И потом, мы, конечно, очень боялись, как они перенесут жару. Ну, тоже, в принципе, ничего такого там не было катастрофического. Ну, понятно, им более комфортно сейчас, чем когда плюс 45, но никакого выбытия с этим связанного не было. Телок попадает сразу после отела и находится здесь сутки. Задача сотрудников его, в первую очередь, выпаить, то есть, первый дредчер ему дать. Сразу после мы принудительно выпаиваем порядка 3,5-4 литров, ну, грубо 10% от веса. Телок, вот, молозивом, которое мы готовим к размораживателям. Обработать пуповину обязательно. И на следующий день, если, ну, несмотря какие погодные условия, обязательно, как бы, лампу, чтобы его обсушить. Вот, но и в осеннее, и в зимнее время обязательно. Сейчас тоже мы это делаем. Ну, смотрим по времени. То есть, как правило, в теплое время года надо гораздо меньше ему под лампой пролежать, чтобы обсохнуть. И на следующий день он приезжает в специальной тележке в свой новый домик, где уже телочка остается до 3-х месяцев. на улицу. Ясно, ясно. Здесь. О, как раз. Вот, вероятно, только отелилась, потому что еще совсем не снял. Ну, мокринки, да. Надо обработать пуповину. Ну, отел легко проходил галстину. Потому что некоторые породы там сложности возникают. Ну, это совсем мясные мясные, о которых вы говорите, да. Откровные, да. В принципе, легкость отела во многом зависит от того, как мы подготовим корову к отелу. Это и временно сухо, и очень важно. И, конечно же, еще важна работа скотника. То есть мы стремимся к тому, чтобы как можно меньше работать с родовспомогателем и прочими там вещами. Ну, конечно же, все по-разному. Но в общем и целом проблем больших с отелами у нас нет. Это потом видно и по практически отсутствию задержания пуповина, и по отсутствию травм, которые корова может получить. Ну, и, в принципе, по времени, как и на вакцинации. Нет необходимости. Это если держать тут теленку. Вообще он рассчитан до двух месяцев. Многие содержат телят 0,2. Тогда это скорее вот эти домики. У нас это на сутки. Поэтому никаких бутылочек, все это убрать. Ясно. Ясно. После каждого отела все моется. И когда соберется телиться следующее животное, там будет свежая подсказка. Это будет все время, но тем не менее, это будет большая люка. Да, вот это вот туда вшли. А это после отела? И потом вытаскиваете туда? Да, она другая. Уже другая? Другая, да, я вам покажу. Она другая. Тут он еще такой весь... В общем, он? Он включается и начинает вращаться. И молозиво достаточно короткий срок размораживается. В среднем должна быть температура 42 градусов. А молозиво откуда вы берете? Своё, собственно. Своё, замораживаете его? Да, доем после отела. Сразу же проверяем молозиво, какого оно качества. И если нас все устраивает по качеству, то мы, естественно, специальная морозилка стоит, и мы на свой банк молозива. Насколько важно молозиво дать? Это очень важно. Это залог будущего иммунитета. Причем важно его дать. Чем раньше, тем лучше. Ну, в первый час жизни обязательно. Лучше еще раньше. Ведра под воду. Потому что если вода не свежая, и что-то как-то это на белом, сразу видно. Работа телегресса. Черные ведра под молоком. Если они как-то недомыты, то это тоже сразу видно от молока. И есть определенный протокол. Потому что санитария это в сок. Особенно вот в этом возрасте. Как надо их мыть? Там в пяти водах. Мы мыем ведра обязательно, чтобы они там, ну вот... Чтобы здесь не было никаких ни пятен, ничего и никакого жирного налета. А потом они сушатся. А, соответственно, у нас, ну, ведер хватает, чтобы быстро менять. Ну, это специально так и надо делать запасы. То есть одни они... Вот сейчас придут телядницы на вечернюю пайку. Они соберут все ведра, принесут сюда на мойку. Свежие расставят. Вудры и начнут раздавать молок. То есть тут... Оно на 260 литров рассчитано. И оно самоходное. То есть телядницам не надо. Применять никаких усилий. Там нажимается кнопкой, но едет. Их задача — это рулить. Вот. Здесь назад. Вот. И точно так же можно устанавливать, например, один телевизорный в 3,5 литра. Ей надо просто нажать кнопку. Больше 3,5 литра в нее выльется, меньше – больше. Молоко сливается куда? В ведра? В ведра. В теляхают из ведра. Первые 3 дня мы выпаиваем теленкой из бутылочки с соской. А потом уже не начинают пить из ведра. Здесь молоко определенной температуры подается? Да. Молоко должно быть при выпойке 37-38 градусов. И, естественно, оно при пастеризации намного больше температуры. Но здесь есть время для охлаждения до нужной температуры. Что еще очень удобно, если раньше мы из вот этой машины разносили под тем старым телятником бедрами, естественно, телята, которые не сразу это молоко получали, они его не получали нужной температуры. Ну, просто невозможно в ведре донести зимой, чтобы оно не осталось. Здесь это и проблем не будет. И здесь золотает на всю деревню? Ну, мы планируем покупать здоровье.